Итак, друзья, Маткульт, привет! Мишенька наконец наехал до студии. Настраивали полчаса. Ну да, но еще полдня будем настраивать. Сейчас возражения по этому ролику все еще не принимаются. Это все идет в этой версии. Потом придет супермастер и все настроит за полдня. А пока я буду решать задачи Мишиного коллоквиума. Помотану! Не совсем так. У меня была сначала предколлоквиум, подготовка, и потом сам коллоквиум я сдавал. И на обоих коллоквиумов мне в конце дали достаточно сложную задачу. Ну понятно. И мне показалось, что это достаточно интересное. И честное слово, ни одной из них я еще не знал. Да, ни одного математики не пострадало. Вот. Значит, условие первой задачи, я буду прям как на коллоквиуме, значит... Я сдаю коллоквиум Миши. Дана функция. Да. Вот. Павликову я Матан не сдал, теперь сдаю коллоквиум Миши. Ф из 0,1ВР. Так. Известно, что... Функция любая. Пока. Да, любая функция из 0,1ВР. И значит, на нее накладывается следующее ограничение. Для любой последовательности АНТой, сходящейся к какому-то числу А, должно выполняться, что Ф от АНТ никуда не сходится. И вопрос, существует ли такая функция или нет. Если нет, то доказать, что нет. Если да, то предъявить. Никуда в том числе к плюс-минус бесконечности или все-таки это не все? Ну, ладно. Никуда... К веществам числа. Короче, да. Пределов стандартов. Просто не сходится, короче. Не сходится, да. Не сходится. Можно вот так, наверное. Все, не сходится. Расходится. Да. Расходится. Так. Итак... Решайте. Да, решайте. Я сейчас тоже буду решать. Если вам сейчас покажется, что задача простая, то подождите минуту. Да. Для любой сходящейся последовательности, лежащей целиком в 0,1, да, мне... Правильно? Значит, вместе с пределом 0 или нет, не важно, потому что 0,1 замкнутая. Да. Множество, компактная, там, все такое. Значит, итак. Для любой сходящейся последовательности внутри 0,1 F от АН расходится. Да. Существует ли такая? И если да, то предъявить. Если нет, то доказать, что нет. Да. Секунда. А вот это ведь тоже сходящиеся последовательности. Такой случай надо исключить. Да. И, значит, как мне сказал тот, кто мне задавал вопрос, какое требование нужно наложить сразу, чтобы задача перестала быть очевидной. Да. Вот. И, значит... Это такой вопрос коллоквиум был, да? Ну, не коллоквиум, а предколлоквиум. Подготовка. Да. То есть был вопрос, какое условие надо наложить. Нет. Другой. Дополнительно, иначе будет очевидно. Понятно, что... Ну, короче, офф топ. Значит, дополнительные условия. Аэнте не стационарные. Вот так. Нестационарно, ну, то есть не является сначала... То есть не существует момента сначала. Не существует хвоста, которая целиком состоит из одного символа. Да. Понятно. Вот. И вот в таком виде она уже... Ну, короче, вот такая... Все. 0,1 VR, да? Вот. Теперь можете думать еще раз. Так. Для любой последовательности... Да! Для любой... Вот это да! Для любой... Значит, она расходящаяся. Так. Ну, что думает... Сразу, значит, хочется нарисовать, что она, скажем, равна нулю единице в зависимости от рациональности. И это явно неверно. Потому что для последовательности рациональных чисел... Пункция деревьев. Да, да. Ну, то есть если я на 0 на иррациональных и 1 на рациональных, то условие не выполняется. Понятно. Потому что я могу пойти по рациональным, к чему-то рациональному. То есть есть как бы требование непрерывности, ну или существования предела, что любая такая последовательность должна сходиться к этому числу. Но у нас как бы очень сильная разрывность. То есть не то, что существует, которая не сходится, а вообще все не сходятся. Никогда. Никогда, да. То есть я какую бы последовательность ни дал, f от n не сходится. Сейчас. Значит. 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 Вначале заметим, что если хоть для одной последовательности f от a1 и так далее ограничено, то уже можно выделить такую, что будет сходящейся. Да. Отлично. Папа говорит. Применимаем лему-бейштрасса, по-моему. Я никогда не помню их имен, потому что я все их сам доказывал, естественно. Да. У ограниченной последовательности есть сходящаяся под последовательность. Поэтому если f от какой-то вот такой a1 лежит целиком вот тут, то мы просто выбираем сходящуюся и бум. Охренеть. То есть для любой, если такая функция существует, то для любой сходящейся последовательности, которую вообще я могу придумать внутри отрезка 0,1, не стационарной, множество значений не ограничено. Да. Для любой множество значений не ограничено. Так. Так. Так, 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 так. Значит так. Мозга начинает варить вокруг этой идеи. То есть... Хорошо. А сколько у нее значений между минус 1 и 1? Вопрос. А ответ? Конечное количество. Так. Почему? Потому что если бы она принимала бесконечное число значений между нулем и единицей, то я бы построил последовательность точек, в которых она принимает значения между нулем и единицей. Так. И из этой последовательности вы вычленили бы сходящуюся под последовательность. Отлично. Папа говорит следующее. Возьмем как бы двумерную плоскость. То есть по одной будем записывать координаты f от an, а по второй просто. Ну я походу вроде решил до конца уже. И допустим у нас... Значит, ну короче, вот тут у нас от нуля до одного. Да. Вот, все числа. А здесь у нас все значения функции. Ну и она тут бесконечная полоска. Да, 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 да. И я вычленяюсь... И будем тыкать в пары. a, f от a. Да. И папа говорит, что вот в таком квадрате, допустим... От 0,1 до 1. Ну давай 0,1, 0,1. Ну, так, ну хорошо, да, пусть так. Да. В нем должно быть конечное число точек. Почему? Ну, пусть их бесконечно. Разделим вот так. Выберем тот квадрат, в котором бесконечно. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Ну и там... Ну да, стандартный прием, да. То есть... Как бы метод... Можно так, да. То есть... Я-то хотел сказать просто, что если есть бесконечное количество значений между 0,1 и минус 1, то, значит, есть бесконечные последствия точки, в которых они достигаются. Выделяем конечные сходящиеся последствия по принципу опять. Да. Ну, вот как раз я... Из нее выделяем снова уже, выделяем ту, которая там сходится. Да. Ну и просто берем вот эту последовательность, которая... Ну, все. Все. А тогда, значит, множество всех значений, все значения равно объединению от n, равно единице до бесконечности, множество значений на минус n до n. Только от минус бесконечности. Нет, а мне не нужно. А, да, да. То есть я представил все значения функции f, все вообще, которые она принимает, как объединение счетного числа конечных множеств. Да. То есть она принимает счетное число значений. Что неверно. Да, что неверно. Да. Ну, это немножко сумбурно было доказательство, конечно. Но, значит, еще раз подумайте. Мы берем как бы Декантовое произведение 0,1 на r. Ну, то есть счетное... Я доказал счетность вещественных чисел. Да. Короче, из существования этой функции выводится счетность вещественных чисел. Да, думайте сами, но мы берем Декантовое произведение 0,1 на r, тыкаем в ней все точки, ну, как бы число и И значение функции в этой точке. Говорим, что этих значений очевидно континуум. И потом доказываем, что в каждом вот таком квадрате, например, их конечно. Что очевидно, как бы противоречит друг другу. Да. Ну да. Хорошо. Пока еще ничего. Значит, это задача с предколлоквиума. Да. Предколлоквиума Тана первого курса ФТИ. Можно сказать, прошел. Я, правда, делал чуть-чуть не другому. Я как бы делал два этапа. Без вот этой штуки я сказал, что мы сначала как бы ищем сходящиеся по значениям. А потом уже выделяем сходящуюся подпоследовательность на 3.0.1, которая стремится к этому. Да. То есть я как бы сначала нашел значение, к которому стремится очень много. Ну как бы F от A, а потом просто выделил сходящуюся подпоследовательность на 3.0.1. Да, можно и там, действительно, какая разница там тоже можно. Но это чтобы не использовать как бы двумерные всякие понятия. Да. И задача номер 2. Так. Это уже сам коллокв. Да. Задача с коллоквиума, которую мне дали как бы за минуту до конца. Ну не за минуту, но короче. Так, давай. Я долго сдавал билет, вот, так что на коллоквиум я и не успел решить. Значит, задача. Опять на функции, мне в этом плане повезло. Так. Пусть F от G от X равно X. Так. Ну то есть как бы обратное. И G от X, G из 0, из 0,1 в R. Левое, обратное пока только. Так. То есть у меня есть F от G от X, тождественное равно X, да? Да. И G это функция из 0,1 в R опять, да? Да. Так. Вот спрашивается, может ли существовать такая... Значит, еще дополнительное условие на G. G разрывно в каждой точке. Ну там, не знаю, какая-нибудь функция деревья, или... Ну, короче. Возьмите любую разрывную в каждой точке 0,1 функцию, вот. И она может быть G. Значит, спрашивается, может ли существовать такая G, что... Такая G. Может ли существовать G разрывная в каждой точке, что... существует непрерывная F... Ага, обратная к ней. Да, что выполняет вот это правильство. Существует ли хотя бы одна разрыв... Существует ли разрывная... Существует ли хотя бы одна разрывная в каждой точке 0,1 функция G, что существует непрерывная F, которая как бы... Ну, которая выполнена вот такое равильство. Думайте. Вау, 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 вау. Вау, вау, вау. Вау, вау. Вау. Так. Ага. Так. Бадам, 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 бадам. Так, пока я даже идей не имел. Сейчас, значит... Итак. Сейчас, значит, G из 0,1 в R идет, да? А, соответственно... Ну, а F, она может, соответственно, из R, ну, в 0,1, естественно, выйти как угодно. Ну да. А, из R, непрерывная из R. Ну да, ну понятно, что получается в 0,1 нужно... А, сейчас... Ну да... А, нет, ну не обязательно в 0,1, потому что нужно только, чтобы свет и G в 0,1 шел на... А, значит, G разрывно в каждой точке, а F возвращает ее к X. Просто X. Да, но G только на вот таком отрезке получается. Да. Значит, G берет некую точку А, куда-то ее кидает, и выясняется, что F вот этой точке равно вот этому. Ну, он берет точку эту, куда-то ее кидает, и возвращает сюда. А, значит... Эм... Так. И... И при этом F непрерывно в каждой точке. Так. Чему бы это могло... Так, значит... Как-то ситуация, кажется, совершенно абсурдной. И опять кажется, что хочется доказывать, что такое G не существует. Эм... Ну, конечно, надо подумать еще. То есть, так, 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 так... Эм... Перемешивать как-то там, перемешивать, да, то есть... Эм... Кто-то пошел, а потом посылал назад. Пошел, посылал назад. Пошел, посылал назад. Вот тут я прям торможу. Тут я прям торможу. Ну... Да. Тут я прям торможу. Я ее решил только дома, когда после колокриевов пришел. А-а-а... После физкультуры. после физкультуры еще вы тоже думаете вместе со мной помогайте мне думать помогайте потом нас через зеленый свет есть все да здесь новейшие это первые вообще это все было первого записано на этой доске я заговариваю зубы вот еще пленка осталось возьму еще сейчас пишите есть такая книга пленка есть такая книга да реклама этой книге реклама своего забита все на свете в интернете уже поэтому мне даже не обидно а белый у тебя есть которая ведение настоящую математику а белую сейчас придем когда вернемся квартиру я тебе белую вот держи так а что же мы будем что же здесь то мы будем делать она должна быть дождественная рода и куда-то не плюнь она возвращает тебя назад да еще непрерывно разрывно в каждой точке да то есть так сейчас вот я здесь вот чем я чист куда угодно близко могу подойти все равно она будет у меня в некоторых случаях мимо этой окрестности попадать и у меня вот эта точка сюда идет а это идет туда так 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 погоди то есть допустим вот это вот этой точке равно вот этой точке я ее заключаю в эпсилон коридор и из-за разрывности же у меня сколь угодно близко сюда у меня будут значит значение выпадающие из этого значит этого самого выпадающие из этого интервала и все они тем не менее функции вот этой да то есть это идет и это идет вот сюда а это идет по сути туда же да то есть предел значений значит так 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 это идет туда же я пытаюсь доказывать искать ну как то просто понять что при этом будут происходить каждый точек пока не знаю даже то есть я в каждой точке, в любой точке какую бы ты ни взял отрезка 0,1 есть точка которая идет в эту точку 0,1 и еще значит еще вокруг нее в нее значит идут почти в нее идут значения достаточно далекие от нее достаточно далекие от нее для любой точки есть такая ситуация что предел предел будет равен значению в точке предельной то есть для любой точки отрезка 0,1 будет точка в которой принимается это значение и еще вне вне значит какой-то окрестности какой-то окрестности существует такая окрестность и значит соответственно вне нее существует еще точки в которых будут значит приниматься эти значения уходить на бесконечности там принимать все эти значения уходить на бесконечность не знаю не могу по далай под сном не могу понять может быть и решил бы если бы долго думал да ну я тоже на самом колоквием я не решил хотя у меня особого времени не было тоже даже не могу пока интуитивно сказать будет или нет значит это ну я на кого посмотрел на это условие такое интуитивно хочется предъявить такую функцию которая будет ну и на самом деле ответ да такая такая то есть я нужно пытаться построить какой-то пример более того мы еще не особо умный поэтому не знаю так много разрывнув каждой точки функции поэтому сейчас ну да то есть мы знаем например функцию которая каждый иррациональный дает x нет сейчас каждый рациональный дает x а каждый иррациональный ну вот например то есть как бы самое базовое когда тебе говорят разрыв на каждой точке функция она не будет годиться ты представляешь себе сразу функцию дире хле да да тыкс да что знаешь да что такое дире хле нет но дело в том что по грузински хле это то же самое что у нас в три буквы только другой и поэтому мы всегда ржали на уроках это мне рассказали какой-то момент я узнал очень много интересного вот и в том числе что хле по грузински это вот и потом вы дире хле не могли без смеха слушать никогда вот так что теперь и вы не сможете так вот но значит чем плохая эта функция если у нас же принимает двух точках одинаковое значение то мы как бы сразу умираем потому что она должна как бы возвращать x да но и понятно какой из этих двух иксов возвращать да 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 ну хорошо стандартный способ умножить x на функцию дире хле да 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 у нас в рациональных . уже будет просто не да вот а вырационально будет 0 а что если действительно вот здесь минус x идет раз здесь и x идет например вот то есть для иррациональных идет по вот этому а для рациональных поэтому тогда вроде как тогда она вот здесь к сожалению не не разрывно а ну можно наверх но в целом в целом паку уже почти придумал значит папа предлагает так папа предлагает еще хитрее сделать то есть написать функцию которая x в рациональных да и минус x в рациональных и минус x в рациональных как мы будем возвращать да вопрос как мы будем возвращать ее вот в чем проблема она непрерывно в нуле ну да пока в нуле ну давай вот допустим она в нуле непрерывно хрен с ней давай посмотрим что теперь нам нужно чтобы ее обратить да да то есть нужно придумать те в который нам g от x будет возвращать куда надо да но она просто будет нам просто будет значит числу сейчас значит мы что у нас а ну да то есть рациональному числу она будет давать тогда она не непрерывно у нас собака не непрерывно но ты смотри у тебя по сути как бы смотри что происходит у тебя на 0 1 да поэтому если у тебя в f подставили положительное число то она все точно из рационального пришло так да а если отрицательное то да 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 поэтому мы можем например написать функцию f такую да f от x равно собственно соответственно x в рацион в если больше нуля ну да и минус x если меньше так а да 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 и у нас фактически да остается только то есть модуль просто да мы построили модуль и она вроде как возвращает нам все обратно кроме нуля и в чем задумка собственно вы уследили мы взяли функцию и и вот так разорвали как ну на это пока забиваем и значит возвращаем значит мы знаем что у нас если она из вот этого промежутка то точно рациональная если вот этого да да но тогда мы просто напишем что как бы всем рациональным у нас вставляет так просто другому напишем вот таким положительным x отрицательным минус x тогда вот отсюда она придет в себя и отсюда она отразится прекрасно получится что для всех точек она просто прямая да 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 по сути единственное что нам не подходит это ноль ноль в нуле непрерывно но это легко дорабатывается давайте просто как бы ну в моем решении это было так же от x равно x в рациональных да и x минус 2 в рациональных да то есть ты пишешь что получается какой то такой график получается вот так и вот так и все равно вот эта функция тебя возвращает да и получается что она разрыва очевидно потому что а f от x я просто склеиваю из двух кусков вот это и вот это ну и типа у меня получается что f от x вот здесь x плюс 2 вместо ну типа чтобы она ну у меня получается короче два независимых куска этой функции да а вот он склеиваешь по непрерывности типа у меня получается что от двух до там 3 x плюс 2 от нуля до одного просто x вот и я просто так как бы ну у меня но они отделены каким-то промежутком ну не совсем так минус 2 да ну чё то вот такое да ну и короче ты склеиваешь вот так да но я вот такую какую-то функцию рисую и все да круто красиво 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 ну да я надобил бы я может быть я бы ее добил но дольше да да ну прямо она решалась вот ну здорово слушая надеюсь вас не кокнуло да не а чё тут как это ватан первый курс но главное понять идею вот а реализация дальше я может где-то на багал еще но надо сказать что это самое думаю что через полгода еще я что-то буду понимать через год-два уже боюсь что я никаких задач не смогу решать там гомологии как нет я же даю только самое интересное ну да 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 ну посмотрим на троечке сколько я времени продержусь на фистихе вот хороший вопрос если давать только задачи для отличников и давать по 5 минут на каждую то видимо не очень ну что же все все маткульт привет да мишей за корявые решения да мне сказали все отвечено хорошо это явно отдал но решение корявые давай восемь и такой не согласен я все правильно решил мне такие ну хорошо ладно девять давай ну короче во первых я просил десятку попробовать мне дали вот эту задачу но там времени не было в итоге сказали что девять устроить на такой ладно девять устроить вот ну что круто мишенька удачи в учебе успехов давай всем маткульт привет пока